Россия никогда ни на кого не нападала. Мы всегда защищаемся. Мы на кого не нападали. Мы ж не убиваем. Мы никогда ни на кого не нападали. Так люди на улицах Москвы и других российских городов отвечают на вопрос наших журналистов. Является ли Россия мирной страной? Даже после начала войны в Украине россияне упорно повторяют тезис «Мы никогда не атакуем Перуми, только защищаемся». О российском миролюбии регулярно заявляют официальные лица и госпропаганда. Этот нарратив глубоко укоренился в сознании многих россиян. Правдив ли он? И если взглянуть на историю, действительно ли Россия мирная страна? Давайте разбираться. Послушайте, Россия никогда первой ни на кого не нападала. Еще накануне вторжения в Украину, когда российские войска в течение нескольких месяцев систематически стягивались границы, в Кремле продолжали уверять, что война не наш выбор. 24 февраля по приказу Путина вооруженные силы России вторглись на территорию суверенной и независимой Украины. Сомнений в том, кто развязал эту войну, нет. Казалось бы, что теперь отрицать очевидное уже нет смысла. Но посыл о «мирной России» продолжает звучать не только от чиновников и пропагандистов, но и в проповедях высшего духовенства страны. Глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл 3 мая вновь заявил. Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Она только защищала свои рубежи. Патриарх всея Руси лукавит. Только за последние 100 лет нынешняя Россия или СССР, правоприемницей которого она себя объявила, нападала на другие страны неоднократно. Основные примеры по нашей просьбе перечисляет российский историк, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Иван Курила. Многие вспоминают Советско-финскую войну, 1939-1940 год. То есть это очевидное было нападение со стороны Советского Союза. Но можно вспомнить там введение войск и в Венгрию, и в Чехословакию, и в Афганистан позже. Парадоксально, но защита своих границ, которые апеллирует патриарх Кирилл, действительно очень часто становилась поводом для вторжения России в соседние суверенные страны. Просто в представлении российских и советских руководителей, как отмечает наш собеседник, границы простирались дальше существующих и официально закрепленных. Видимо, здесь особое понимание собственной границы. Где заканчиваются границы России? Видимо, те границы, за которые Россия не выходила, это были границы Российской империи. Мы видели, собственно, сталинское восстановление Российской империи. Включало в себя и присоединение Прибалтики, каких-то западных областей Белоруссии, входившей в Польшу и Украину. И, собственно, попытка войны с Финляндией. Финляндия ведь тоже, видимо, рассматривалась как часть Российской империи. Это только новейшая история. А можно ведь и более древнюю вспомнить и то, как Россия обрела нынешний размер. Это значительная часть территории, которую Российская империя приобретала на юге, на юго-западе. Она была завоевана Россия у Османской империи. У нас в учебниках есть, например, Петр I. Которому всегда положительно оценивается, что Петр решил многовековую задачу выхода России к морям, к Балтийскому морю. Петр решал эту задачу путем войны с соседями. Потом Екатерина решала задачу выхода к Черному морю, воевала с другими соседями. Знаменитый переход Суворова через Альпу происходил вообще очень далеко от российских границ. Собственно, страна выросла до таких размеров, я бы сказал, не только в оборонительной борьбе. Все это основа школьной программы по истории. То есть не знать об этом российские граждане не могут. Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор. Это говорит президент Путин, при правлении которого были развязаны Вторая Чеченская война, война против Грузии в 2008 году и агрессия против Украины в 2014. Вскоре после этих слов он снова нападет на Украину. 20 февраля, всего за 4 дня до вторжения, в интервью телеканалу «Россия-1» его пресс-секретарь Песков снова повторяет знакомый нарратив. Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн, это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово «война». Именно эту цитату особенно активно выносили в заголовки российские провластные СМИ. Возможно, потому, что тут Песков частично сказал правду. Слово «война» в России действительно произносить не хотят и не разрешают это делать ни журналистам, ни обществу. Три месяца полномасштабных боевых действий с применением авиации, артиллерии, тяжелой техники, захватом и оккупацией украинских городов и деревень, тысячами погибших с обеих сторон в Кремле по-прежнему называют спецоперацией. Роскомнадзор требует убрать из всех публикаций слово «война». 4 марта в России даже приняли специальную поправку к Уголовному кодексу. Теперь называть происходящее в Украине войной значит дискредитировать российскую армию. И за это предусмотрено наказание вплоть до 15 лет тюрьмы. Похожая ситуация и с предыдущими конфликтами, развязанными СССР. Тогда тоже пытались избежать слова «война». Историк Иван Курил объясняет это травмой Второй мировой. Вторая мировая война так наложила такой отпечаток на мышление, напугала, в общем-то, людей. И поэтому слово «война» в общем-то так было табуировано. А поскольку Советский Союз все равно какие-то военные операции за рубежом проводил, то старался их не называть войной, а оказание национальной помощи братскому народу. Вот именно потому, что слово «война» было табуировано. Не только в Советском Союзе. Мы, в общем, знаем, что в это время везде переименовали Министерство военное, Министерство обороны. Хотят ли русские войны? Заявления российских чиновников об исключительном миролюбии России с легкостью опровергают независимые журналисты, фактчекеры и историки. Делают это фактически и сами пропагандисты. Ни на кого не нападали, ни война, спецоперация, при этом ежедневно в круглосуточном режиме повторяют за Кремлем. Мы не хотели, но нам не оставили выбора. Выбора не оставили. Просто не было выбора. Вопрос только был во времени. Когда начнется? Мы же понимаем, что нам не оставили выхода. По мнению нашего собеседника, главная проблема и отчасти причина нынешней агрессивности России государственная монополизация исторической памяти. Создание своей выгодной Кремлю трактовки событий прошлого. Подобную альтернативную историческую реальность российская власть моделировала все последние годы. Монополизация привела к тому, что монополизация на право объяснять и говорить про историю, говорить от имени истории, привела к конфликту. Монополизация сама по себе вредна, хотя бы потому, что отучает людей вести диалог. То есть, вот смотрите, если у нас единственный взгляд на прошлое, и мы считаем, что только такой возможен, то как вообще можно разговаривать с любыми соседями? Ну, а иначе нам, да, приходится навязывать это свое понимание, силой оружия. Вот к чему пришли. Тезис о миролюбивой России в действительности лишь очередной пропагандистский миф. И ничего общего с реальностью он не имеет. Российское руководство развязало нынешнюю войну в Украине. Многие россияне поддерживают это вторжение и при этом по-прежнему считают, что мы ни на кого не нападали. История нам говорит об обратном. Субтитры создавал DimaTorzok